такое маркетинговое рекламное название моего доклада сколько стоит rms и формальное название моего доклада это вопрос о конвертации технических метрик в бизнес метрики но начать свой доклад я хочу немножечко с другого угла я хочу начать с эмпатии потому что коллеги согласитесь особенно те кто работает в мл давно мы с вами ощущаем себя какими-то вот избранными людьми какими-то жрецами которым открыты какие-то тайные сокровенные знания которые позволяют нам делать какую-то магию да мы с вами знаем что такое back propagation что такое кросс энтропия с вами много знаем про тензор и как их трансформировать и в общем все вот это пребывание в этом эмель нам пузыре она заставляет нас думать что и все остальные тоже про этот в курсе но мы живем в этом пузыре думаем что раз мы знаем что такое кросс энтропия то и другой человек тоже должен по определению это знать иначе он низший каст но к сожалению это не так и в нашей работе всегда присутствует еще и другая сторона это заказчик я сегодня предлагаю вам вот влезть в шкуру заказчика и посмотреть со стороны на процесс эмэйли разработки и давайте поприветствуем первого участника нашего сегодняшнего представления это андрей это андрей андрей пришел к нам из бизнеса он человек такой конкретный прагматичный он сел стартапа по аренде самокатов вот у вас кстати тоже недавно вот катался вчера к сожалению был немножечко обескорожен тем что самокатов мало что нас красноярске вроде мы подальше как-то ходишь и них и запинаешься эти самокаты но вот может андрей скоро в омск придет и самокатов будет еще больше в общем андрей владелец вот этого сервиса по аренде самокатов и он хочет оптимизировать что-то в своем бизнесе да например улучшить предсказание сколько самокатов нужно на конкретной точке чтобы денег больше зарабатывать понятно что эта задача сложная нетривиальная для этого нужны сильные умы и он обращается к веб простите ник веб ком или разработчиком наш второй участник этой мыли разработчики его зовут михаил вот он тот самый авгур тот самый хранитель вот всех этих магических знаний который говорит окей андрей я разбираюсь я в теме давай мне данные я начну значит с ними работать ну и ушел собственно с ними работать тренировать модели там экспериментировать сделать проверять гипотезы вот соответственно михаил работает погрузился на тренировал кучу моделей провел всякие эксперименты и у них через какой-то промежуток времени скажем через месяц должна состояться встреча где они должны будут решить насколько хорошо михаил продвинулся в своем в этом эксперименте своей работе и также решить что делать дальше платить дальше михаил или не платить дальше закрывать проект или еще больше туда денег в бухать и андрей соответственно интересуется михаил друг мой показывай что у тебя есть расскажи про свои успехи как там чё как модели то твои поживают и михаил у него получилось неплохо он воодушевлен и он делится своими успехами андрей все нормально мы прогнали наши вот эти все модели и у нас средне квадратичная ошибка всего-навсего пи да ну вот такая вот ну хороший хороший результат но наш друг андрей то не знает что такое рмс и что такое вот этот квадрат квадратный корень средней квадратичной ошибки и он спрашивает михаил друг мой а это рмс это что такое вообще ну михаил конечно же эксперт он говорит да андрей да в ерунда вопрос рмс и вот все знают что такое рмс и и тут начинается самое интересное начинается самый хардкор вот потому что наш наш друг андрей как бизнеса унер у него голова другим совершенно занята он не знает что такое рмс и но он присутствует на встрече где необходимо решать какие-то бизнесовые вопросы частности в финансировании да что важно для михаила но начинается в общем другая немножечко игра начинается процесс когда андрей понимает что вот то что говорит михаил этот рмс и это очень что-то важное это то что определяет успех его проекта но он не понимает что это такое это все для него в тумане и здесь начинается вот такая игра что ли когда андрей да как бизнес-оунер пытается понять что же такое рмс и потому что это важно а михаил пытается объяснить а что же такое рмс и чтобы андрею было понятно и тут в общем либо первый сдастся да либо андрей разочаруется и скажет я ничего не понял либо михаил сдастся скажет ну совсем пропащий совсем дурак совсем ничего не понимает даже такую простейшую вещь как рмс и а в чем проблема то а проблема в том что михаил как мл инженер он принял в качестве показателя параметра своего успеха техническую метрику да он взял рмс и на ее месте могла бы быть другая да например accuracy или там рекол или что-то еще какая-то техническая метрика с которыми он работает в ходе экспериментов вот со своими моделями но техническая метрика не годится для принятия бизнес-решений она непонятна бизнесу андрею да как бизнес-оунеру непонятно что такое accuracy и возможно он бы и мог в это погрузиться но это опять же требует время и андрей человек занятой он не может его просто так им раскидываться поэтому техническая метрика это очень плохой параметр для того чтобы принимать какие-то бизнес-решения да в частности вот на встрече заказчика и исполнителя мл-щика где решаются бизнес-задачи те моменты бизнес бизнеса которые должны быть решены они к сожалению подменяются обсуждением или кбезом насчет того что же такое что это за метрика да с чем ее едят почему так происходит ну на самом деле здесь все понятно потому что и михаил и андрей они живут совершенно в разных мирах михаил как и мы разработчик погружен в технику да и у него один перечень вопросов которые ему нужно решить как правило они связаны с техникой да что нам делать какой нам подход выбрать нам взять один подход или другой что нам делать какими-то проблемами моментами типа переобучения как мне изменить параметры модели что еще там подкрутить чтобы было лучше это нормально он специалист он решает а у андрея совершенно другая головная боль он слушает михаила и прикидывает а вот то что михаил сделал вот с этим можно в прот идти или все-таки лучше подождать или его заботит вопрос о том сколько денег он потеряет или сколько денег он заработает если вот час вот сходу с колес это все выкатывается в прот также андрей интересуется моментом а стоит ли дальше михаилу деньги платить или пора сказать ему до свидания то есть михаил живет у нас в мире тензоров и backpropagation и говорит на этом языке на птичьем ну с точки зрения андрея андрей живет в мире бизнеса и его основной язык это деньги вот так как они живут в разных мирах они не могут найти между собой какой-то точки соприкосновения что же спасет этих двоих прекрасных людей а спасет бизнес метрика бизнес метрика мы чуть позже вернемся к определению бизнес метрики но ее природа такова назначение что это метрика которая должна быть понятно бизнесу и ее прогресс должен быть сформулирован в каких-то бизнесовых терминах самый наверное популярный термин это деньги да и все понимают язык денег и поэтому для того чтобы рассказать о том насколько хорошо модель будет работать in the while да в реальном мире ее прогресс этой модели должен быть выражен в бизнес терминах желательно в терминах денег или в каких-то других финансовых там единиц вот как же собственно подойти к вопросу о выборе бизнес метрики и здесь на самом деле мальчику стоит обратить внимание на такую вещь на которую ну мы коллеги с вами наверное редко обращаем внимание и считаем что это не наш не наша поляна мы там не должны ничего делать но это именно то с чего весь бизнес вырастает я говорю о пользовательских сценариях потому что согласитесь когда вы тренируете какие-то модели что-то делаете вот на мл поприще вы в теории но если это не какие-то pet проекты если это реальная какая-то заказная разработка то вы не просто гоняете тензоры и вычисляете градиенты вы решаете какую-то конкретную боль в каком-то конкретном месте в каком-то конкретном бизнес процессе и все вот эти вещи они вырастают из каких-то реальных пользовательских сценариев например в нашем вот примере с самокатами какие могут быть сценарии да юз кейсы это например сценарий студента вот я студент выхожу из института там после последней пары хочу домой уехать на самокате потому что на машину еще не успел накопить каковы мои шансы что я выйду и поеду на самокате это реальный пользовательский сценарий который ваша модель должна помогать улучшать или например администратор бизнес-центра где мало парковок да ну у всех на такая боль особенно в центре и я не хочу чтобы люди приезжали на машинах а я хочу чтобы они катались на самокатах у меня вопрос сколько мне нужно заказать самокатов вот этому андрею прекрасному седовласому чтобы он их поставил чтобы не менее трети людей укатывались с работы на самокатах или еще более жизненный пример водитель андрея который на грузовике на газели эти самокаты развозит каковы шансы что у водителя не будет какого-то аврала переработки за счет того что где-то надо срочно кучу самокатов подвезти то есть это все те сценарии где ваша модель может быть задействована и это там где модель приносит пользу вот в общем при выборе бизнес метрики лучше отталкиваться от тех сценариев в которых ваши разработки будут использоваться после того как сценариями стало более понятно нужно понять а какие собственно бизнес-процессы вот вашей модель будет обслуживать то есть что я оптимизирую где конкретно в бизнесе заказчика моя модель будет находиться и каков ее контекст то есть вы можете обслуживать логистику можете обслуживать возможно какие-то вещи связанные с лояльностью да то есть ну как бы вопрос наличия самоката он не только важен что человек уедет но еще и в это вопрос лояльности если человек приходит видит ваш брендированный пустую пустую вот эту стоечку куда самокаты цепляют и там ничего нету то он огорчен и он будет всем другим рассказывать то есть это тоже бизнес-процесс на который ваша модель может влиять либо вы уменьшаете операционные издержки там например нам проще подвозить хорошо заряженные самокаты в центр а там менее заряженные самокаты увозить и так далее то есть ваша модель она обслуживает какой-то конкретный бизнес-процесс заказчика который за счет чего она помогает либо экономить деньги либо зарабатывать вот и для того чтобы понять а как же собственно происходит происходит вот эта конвертация технической метрики rmsi в бизнес да в деньги например или например там в какие-то очки лояльности существует такой инструмент который называется profit curve что он из себя в общем виде представляет profit curve это ну условно график функция которая указывает нам на обменный курс вот эта метрика в 3 там с чем-то там 3-4 у нас вот это pi она во сколько денег конвертируется как нам получить вот какой-то какую-то единицу превращения технической метрики в какую-то превращение в единицу превращения в бизнес результате и здесь главный вопрос на который вы можете ответить это какова стоимость ошибки то есть если у нас rmsi предсказывает нам ну показывает нам что вот средняя ошибка это 314 там 4 самоката условных и 3 самоката какова стоимость ошибки какова цена того что моя модель что-то неправильно предскажет и как это аукнется бизнесу в нашем примере это самокаты но здесь немножечко не то потому что rmsi должна уменьшаться здесь она увеличивается это просто с книжкой скопипастил там в общем это не в не в защите в общем какова цена ошибки и здесь необходимо взаимодействовать и мальчику и заказчику в том чтобы выразить вот эту ошибку техническую в чем-то важном для бизнеса деньги обычно что для бизнесу важно это деньги как может выглядеть вот эта ошибка цена ошибки например в примере самоката у нас есть техническая метрика это rmsi да это то насколько примерно модель ошибается то есть это у нас задача идет регрессии и 314 rmsi значит что в среднем для каждой стойки наша модель ошибается ну в среднем на 3-4 самокат но самоката есть цена да и мы ее знаем сколько там это примерно 150 рублей в час и мы знаем например количество станций до количество станций над на которых вот эти самокаты распространены это значит что ошибка в 3 единицы умножается у нас на цену самоката и умножается на количество станций таким образом от того что наша модель ошибается над на 3 14 самоката мы теряем на одной станции порядка четырех четыреста пятьдесят рублей да если у нас там 10 станций мы теряем 4500 и это потенциально упущенная прибыль потому что наша модель немножечко ошиблась вот то есть чем меньше наша упущенная прибыль тем как бы больше наша реальная прибыль и вот она стоимость этой ошибки здесь получается что мы конвертируем нашу техническую ошибку в то как вот эта ошибка аукается бизнесу и мы уже можем тогда примерно построить вот этот profit curve который обозначает нам насколько прирост технической метрики улучшает например наши финансовые показатели или улучшает какие-то еще показатели которые важны для бизнесу и которые ему понятно здесь отдельный вопрос как этот profit curve можно конструировать здесь на самом деле это как бы такое серая зона но есть некоторые шаги приемы как как ее можно в принципе построить ну самое лучшее самое идеальное это эмпирически то есть если андрей согласился вот этот андрей самокатный согласился на то что окей мы идем в прот и начинаем тестировать твою мл модель у нас могут накапливаться какие-то данные то есть мы можем смотреть что например наши на наших станциях модель предсказывает столько то самокатов но люди приходят их все равно нет то есть это можно сделать через скажем ну это уже маркетинговый наверное больше ход мы можем сделать что например пустая стойкой написано не нашел там самокатов там сфотографируй отправь получи потом скидку таким образом мы можем отслеживать а насколько реально то есть не по валидационной выборке насколько реально у нас идет разбег между технической метрикой и фактическим результатом то есть можем делать так эмпирически эмпирически конечно делать хорошо но сложно потому что не всегда заказчик готов в принципе данными делиться не всегда эти данные можно взять и есть ну на мой взгляд очень удобная аппроксимация это логарифм то есть как растет ну как вот может расти ваша производительность модели как правило понятно что здесь куча оговорок но в принципе согласитесь со мной что в общем это логарифм если мы говорим про эквирасе то скажем какую-то повысить качество модели с 20 там до 40 эквирасе нам потребуется неделя а для того чтобы 60 до 40 до 60 поднять ну то есть еще настолько же нам потребуется уже не неделя нам потребуется полгода а чтобы потом еще прирастить там пять процентов экиросе нам потребуется три года вот поэтому логарифм очень удобная аппроксимация для того чтобы показать насколько превращение в нашей технической метрики даст нам превращение в финансах и здесь уже заказчик может видеть что для того чтобы например поднять rms и но опустить рмс и на один пункт нам потребуется там армия дата сайентистов дата мл инженеров и это будет стоить там стока чего-то там стока рублей например хотя доллары вот и он может прикинуть уже глядя на вот этот profit curve а сколько он получит денег то если он поднимет качество а стоит ли вообще игра свечи и в этом плане логарифм очень удобная аппроксимация для того чтобы такие прогнозы даже не прогнозы скорее предположение делать заказчику уже понятно как ваша рмс и как вот ваш этот птичий язык конвертируются вещи понятные ему ну есть экзотический момент это машин лернинг то есть если у вас есть эмпирические какие-то данные уже то вы можете этот профит кирф конструировать при помощи мл и интерполировать результат но это совсем экзотика ну либо какие-то другие подходы не знаю пока наверное они есть я про них не знаю но если узнаю обязательно расскажу вот но что самое главное вот в этом во всем вот в этой profit curve и самое главное на мой взгляд это то что этот profit curve не надо рассматривать как инструмент в первую очередь прогнозов или предположений а лучше его рассматривать в качестве инструмента общения в качестве инструмента нахождение общих каких-то моментов во взаимодействии между мл командой и собственниками бизнеса и даже если вот эти процессы по построению такой profit curve приведут к тому что ну прогнозы вроде не точная но сам факт того что эти процессы есть это уже хорошо вы уже сделали шаг навстречу заказчику вы уже постарались как бы быть эмпатичным к нему залезть в его шкуру и вы уже показываете что вот моя работа это не просто я там что-то копаюсь и помогаю вам деньги зарабатывать и вот таким образом мои усилия конвертируются ваши деньги то есть самое главное это то что это инструмент общения а уже потом инструмент прогнозов вот ну и собственно если подвести итоги то что можно сказать про конвертацию технических метрик бизнес метрики это то что имейте ввиду что скорее всего в 95 процентах случаев ваш заказчик это не какой-нибудь инженер который понимает эти метрики да то есть перед вами скорее всего будет сидеть не сундар пинча и не питер норвик из гугла которые уже знают про эти метрики и сами и в голове конвертируют в какие-то бизнесовые вещи перед вами будет сидеть андрей который никогда бы мы или не разбирался и для которого это все очень далеко зато ему очень близки деньги то есть заказчик очень редко разбирается в технических метриках но техническая метрика она для заказчика тем плоха что она не позволяет ему опираться на какие-то понятные вещи и принимать бизнес-решение а бизнес-решение принятое на непонятной и на зыбкой основе это плохие бизнес-решение поэтому для того чтобы бизнес-решение касательно вот вашей работы как мл-инженера были были понятны и способствовали лучшим решениям нужно их конвертировать бизнес метрики нужно ваши рмс и ваши accuracy конвертировать в деньги как это делать через profit curve и profit curve это конечно же инструмент прогнозов но очень очень приблизительно это очень большая аппроксимация но в первую очередь это инструмент общения это инструмент построение общего контекста внутри которого и мл-инженер и заказчик будут счастливы вот но и на этом наши друзья которые помогали мне сегодня благодарят вас за внимание и также благодарю и я вас за внимание тоже вот мой как бы ник хэндл алекс дел можете меня искать гитхабе в вк и в телеграме на этом я хочу закончить и постараться ответить на ваши вопросы напомню еще раз вам про скидку на провинциальность спасибо